Татьяна Климова задала мне вот такой интересный вопрос. Он возник не из праздного любопытства, пишет Татьяна, а из метаний. Кто же в теориях освоения иностранного языка прав? Наши исследователи или зарубежные? И, соответственно, кого же из методистов, психологов тогда читать? Хармера, Скривенера и так далее, или Пассова, Беляева, Зимнюю? А может, они вообще мало чем различаются? Просто обилие материалов не всегда плюс, когда надо быть уверенным, что выстраиваешь систему языковых упражнений таким образом, чтобы она максимально согласовывалась с психологическими основами освоения языка. Вопрос, пишет Татьяна Климова. Работы отечественных или зарубежных исследователей по теории о владении иностранным языком в большей степени подтверждаются практикой успешного преподавания о владении языком. Спасибо. Очень долго я думала над этим вопросом. Во-первых, здесь очень интересна сама постановка. Кто же всё-таки прав? Скажите мне, кого слушать? И мне кажется, что это естественный вопрос, который, наверное, много у кого может возникнуть, потому что действительно и обилие информации, уж куда деваться, и вот это вот какая-то такая нет какого-то чёткого пути от А до Б, и вопрос, что же делать. И ещё этот вопрос мне напомнил такую фразу, чья методика самая методичная? Наша или ваша, или ихняя? Как, наверное, уже вы можете догадаться, особенно те, кто давно меня смотрит и слушает, здесь нет и быть не может чёткого ответа. И не из-за того, что всё так сложно, а из-за того, что в изучении языка нет чётких, простых рецептов, которые бы действовали в 100% случаев. И на самом деле такая ситуация, она не только в сфере изучения иностранных языков, мягко говоря, потому что если посмотреть на то, чем наука может похвастаться какими достижениями и какими доподлинно установленными фактами, скажем так, то мы здесь обнаружим, что этих фактов не так уж и много. И здесь очень важно подумать, почему мы так мыслим. Нам свойственно, это одно из когнитивных искажений, мы любим придумывать себе ложные дихотомии. Что такое ложная дихотомия? Это либо право, либо лево. Либо нашим, либо вашим. Либо чёрное, либо белое, либо кто-то прав, либо кто-то виноват. Ну или не виноват, а просто не прав. И в науке так не работает, к сожалению, наверное, потому что правым быть невозможно. Если наука, например, в частности, медицина, уверенно докапывается до ответов на какие-то вопросы, то это становится, так сказать, доподлинно известным. Вот одно из утверждений, которое мы можем сказать, что оно доподлинно правда, это то, что, например, курение вызывает или является причиной рака лёгких. Вот это то, что медицина знает наверняка. И при этом всё равно это не значит, что если человек курит, он автоматически через какой-то определённый промежуток времени заболеет, да, чего мы никому, конечно же, не желаем. Но врачи выяснили такую причинно-следственную связь. Они сначала выяснили корреляцию, то есть когда два фактора совпадают, а потом выяснили, что это всё причинно-следственно, что одно является следствием другого. И это я к тому говорю, что вот такие вот понятные прямолинейные факты это большая редкость. Если уж в медицине это большая редкость или, скажем так, в технических науках большая редкость, то что уж говорить о такой сфере, как человеческое мышление, человеческое обучение и человеческая речь в частности. Методы и методики развиваются, меняются и единого метода или единой теории, к сожалению, не будет никогда. Её быть просто не может. Кстати, если вам интересно, почему, то я, когда брала интервью у Скотта Торнбери какое-то время назад, я как раз задавала ему этот вопрос. Мне было тоже очень интересно послушать его ответ. Будет ли у нас когда-нибудь единая теория изучения языков или нет? Скотт ответил предсказуемо, что не будет. И, кстати, если вам интересно, пожалуйста, посмотрите это интервью. Оно висит у нас на канале в ВК и на Ютюбе. Ссылочка вам сейчас тоже, наверное, упадёт. И вот тоже послушайте, например, Скотта, где он объясняет, что поскольку всё-таки люди, в общем-то, разные, у нас есть индивидуальные различия в виде памяти, мотивации, дисциплины, привычек предыдущего опыта и наших убеждений. И поэтому очень сложно подобрать такой условный метод, который одинаково на всех 100% работает. Во-вторых, если, что называется, интересно разобраться, как всё работает, то нужно читать. И мой короткий ответ на вопрос Татьяны – это читайте всех. Что нужно читать? Читать нужно и классические работы, и современные обзоры, и новые тенденции. И как, например, теории, которые главенствовали в прошлом, сейчас, например, пересматриваются, и на них какой-то появляется новый взгляд или, наоборот, их отвергают. Одним из самых ярких, мне кажется, примеров в истории науки нашей, педагогической и лингвистической, было отвержение бехевиоризма ноумом чомским, хомским, как его в русской традиции называют, в конце 50-х годов, когда в мире царил, в мире психологии царил бехевиоризм, когда считали, что изучение языка – это привычка. Корнями это всё уходит в исследования академика Павлова и его бедненьких собачек, которые выделяли слюну, когда звонил колокольчик. И, собственно, вот в 50-х считалось, что язык – это некая привычка. Вот мы должны повторять, 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 доводить до оптиматизма. Ошибка – это очень плохо, потому что ошибка – это плохая привычка, поэтому ошибок нужно всячески избегать. И вот, в общем-то, изучение языка состояло из дрилов, из таких вот повторений. Если вы застали лингофонные курсы, то вы знаете, о чём я говорю. Если не застали, то, я думаю, что вы немного потеряли. И такова была традиция на тот момент. Существовала парадигма в науке бихевиоризм, существовал метод изучения языка, который называется аудиолингвализм, а аудиолингвальный, я не уверена, как это точно по-русски называется, метод. И он, кстати, его следы можно проследить до сих пор много где. И, например, когда я училась в школе или в институте, бихевиоризма тоже было довольно много. Я просто об этом тогда не знала. Вот появляется Хомский и говорит, что на самом деле всё не так, мозг работает по-другому, язык осваивается по-другому, возникает теория генеративной грамматики, универсальной грамматики, и всё переворачивается с ног на голову. Естественно, он это сказал не просто и потому, что ему так показалось, а потому, что для этого были обоснования, и достаточно было много исследований проведено и после. И, например, та же теория Хомского, которой лично я не очень люблю, я небольшой фанат его теории, я об этом тоже часто говорю, но, тем не менее, эта теория стала очень важной, она много где используется в исследованиях, и много чего об этом написано, изучено и так далее. Вот я привела сейчас пример такой смены парадигмы, когда думали до этого, так потом всё передумали. Отсюда возникает вопрос, хорошо, значит, бухевиористы были совсем-совсем-совсем неправы, и всё, что они делали, было всё неправильно, но, скорее всего, нет. И поэтому, возвращаясь к моему предыдущему тезису, имеет смысл разбираться и знать в том, что было, в том, что есть сейчас, какая критика существует у каждого метода, и уже делать какой-то осознанный выбор относительно того, что вы считаете для вас работает, или работает, прежде всего, для ваших учеников, и дальше, так сказать, думать, подстраиваться и вырабатывать то, что работает в вашем контексте. И это то, что называется principled eclecticism. Опять боюсь, что по-русски у нас нет устоявшегося термина, но те, кто, например, проходили Делту или читали книги по методике, они с этим термином знакомы. Это значит, что мы знаем о методах, мы знаем, какие бывают, мы знаем, как они могут работать, и поэтому principled, да, мы смешиваем, да, или выбираем какие-то элементы из разных методов в нашем конкретном контексте, и эти приёмы, да, или аспекты метода должны работать на нас и на наших учеников. И principled, да, в этом слове principled eclecticism, да, eclecticism, все знают слово «эклектика» как смешение. Principled – это значит, что мы не от балды, всё берём, как сказать, набираем упражнения с разных 550 учебников, а всё-таки делаем это осознанно. И, к слову говоря, об осознанности я тоже сейчас немножко хочу сказать. Откуда берутся вот эти предпочтения метода у учеников и учителей? Я тоже довольно часто в предыдущих выпусках упоминала то, что по-английски называется beliefs, да, это взгляды и мнения о том, как учится, например, язык, как учится иностранный язык. Вот эти наши мнения, да, они формируются чаще всего из предыдущего опыта. Если человек 10 лет до этого учил по грамматико-переводному методу, то с высокой вероятностью, что даже если на нём грамматико-переводной метод не сработал, он всё равно, приходя, например, к новому учителю или в новый какой-то учебный контекст, он будет исходить из того, что язык учится вот так, как его учили в грамматико-переводной парадигме. Даже если для него это не сработало, он всё равно будет нести свой опыт в новую ситуацию. Если это, по крайней мере, по-человечески можно понять, ну, потому что мы так устроены, мы не очень любим меняться, не очень любим пересматривать свои мнения и так далее. Мы любим, вот, чтобы всё было как по накатанной колее. Вряд ли при этом мы будем считаться хорошими профессионалами, если мы посмотрим на учителей, которые будут преподавать по тому же методу, которому их, может быть, не очень удачно учили, просто с мотивацией, ну, потому что меня так учили, да, как говорится, я страдала, и вы страдаете. Таких преподавателей, к сожалению, есть, да, которые, в общем-то, их мотивация преподавать так же, просто потому что они учили так же, ну, и, в общем, работает, не ломай. На самом деле, когда мы говорим о профессионализме преподавателя, и это продолжает, в общем, о развитии темы методов, кого читать и кому верить, профессионал — это тот, кто способен отрефлексировать свой опыт, и опыт обучения, и опыт преподавания, и наложить его на современные знания о теориях и методах. И по-английски тоже есть устоявшийся термин, который называется reflective practitioner, да, то есть тот, кто практикует, преподаватель-практик, но тот, который при этом умеет рефлексировать о том, что он делает, что у него получается, что у него не получается, что у него получается с определенным учеником в определенном контексте, что у него не получается в другом контексте, да, потому что мы тоже все прекрасно знаем, что то, что может сработать с одним человеком, не будет работать с другим или будет работать гораздо хуже. Поэтому свои знания очень важно пересматривать, переосмыслять в соответствии с новыми исследованиями и новыми данными. Уметь поменять свою точку зрения в свете каких-то новых данных – это один из главных навыков и ученых, и, в общем-то, критически мыслящих людей. Об этом, кстати, написана книга «Подумай ещё раз», которая вошла в десятку лучших книг 2022 года по моей версии. В предыдущей эго-ниант я об этой книге рассказывала, её показывала, поэтому, если вы пропустили, обязательно посмотрите. И вот как раз, например, книга «Подумай ещё раз», она ровно о том, как разумно пересматривать свои взгляды, свои мнения о том или ином факте или теории, в зависимости от вскрывающихся новых обстоятельств или, например, новых исследований. И, возвращаясь к вопросу Татьяны, любому преподавателю профессионалу важно знать историю методов, что такое бихвиоризм, про который я сейчас немножко рассказала, как эта теория воспринимала ошибки в речи и как мы сейчас воспринимаем ошибки в коммуникативной парадигме, когда стало известно, что без ошибок невозможно, что ошибки — это часть развития человека, человек не может учиться и не ошибаться, поэтому это не, например, какая-то ужасная привычка, которая может внезапно выработаться из-за того, что вы вдруг услышали что-то неправильное, а это естественный этап, и, например, вот это уже подтверждено довольно много и активно разными исследованиями. Вот, опять-таки, как преподаватель исправляет на уроке? Исправляет ли он вообще? Исправляет ли он постоянно, вклиниваясь в каждое слово ученика? Или он всё-таки ждёт, пока ученик закончит своё задание и потом даёт то, что мы называем delayed feedback, отложенную обратную связь и так далее? Вот, кстати, это тоже очень яркий пример того, как теория, которую как любят, «Ах, ну это же всё в теории, это же всё вот какое-то абстрактное непонятное». Нет, ничего подобного. Теория — это то, что очень хорошо может наложиться на практику. Так вот, то, как преподаватель думает об ошибках, то, как он к ним относится, теория влияет непосредственно на то, как он будет с ошибками работать на уроке. Будет ли он расстраиваться или злиться, если одна и та же ошибка повторяется? Может быть, будет, может быть, не будет. Но если преподаватель знает, что ошибки неизбежны, то, может быть, и не будет так сильно расстраиваться. Советская наука, конечно же, влияла на общемировую и, может быть, не так много, как хотелось бы. Но я сейчас упоминала уже Академика Павлова с его экспериментами над собаками. Он, по сути дела, начал то, что потом развилось в бихевиоризме. Это было очень большое течение в науке. Академик Лурия был у нас первопроходцем в изучении памяти. Его работы до сих пор широко цитируемы. Без Льва Выгодского, мне кажется, вообще не обходится, наверное, ни одна книга или какой-то вводный курс по теориям изучения языка и психологии развития. Его книгу, кстати, «Мышление и речь», вот она у меня здесь приготовлена, припасена, я бы посоветовала прочитать всем, кто связан с преподаванием, педагогикой обучением. Она переиздаётся до сих пор, её можно в свободном доступе купить. Это не «Винтаж», это, кстати, довольно новое издание, поэтому это доступно. Ефим Израильевич Пасов, автор коммуникативного подхода в изучении языка, который тоже широко применяется во многих школах России. Например, вот я делала исследование, когда готовилась к этому вопросу. В школе интерлинга в Воронеже, руководитель которой Елена Кузнецова, выпускница нашего курса CPI, вот они работают, попасывают, большая, очень серьёзная школа. И я почитала основные положения его теории. Я скажу так, осторожно, острых противоречий с тем, что, кстати, в западной литературе подразумевается под коммуникативным подходом, я там особо не нашла, там есть принципиальные различия в терминологии и понятиях, но основные положения очень-очень похожи. И на самом деле, если посмотреть, что такое, как появлялся коммуникативный подход в западной, европейской, назовите это как угодно, культуре, то мы тоже увидим, что он был абсолютно не монолитным. Были разные учёные, в разное время они, так сказать, постепенно складывали этот пазл. Поэтому это тоже не что-то такое, вот один человек написал учебник, и все сразу переключились на коммуникативный подход. Так что вывод у всего этого один. Не стоит думать, что кто-то на 100% прав, кто-то не прав. Не надо ничего применять за чистую монету. Нужно уметь рефлексировать над своими убеждениями, быть умственно гибкими, не сопротивляться новому, задавать себе вопросы, почему я так думаю, и как можно больше читать методической литературы, интересоваться исследованиями в области педагогики и преподавания иностранных языков. Кстати, на этой неделе мы запустили новую рубрику, которая называется «Что говорит наука О?». И там я как раз вкратце описываю наиболее влиятельные, известные научные эксперименты в области преподавания и педагогики и рассказываю, какие выводы мы из этого можем сделать. Поэтому, пожалуйста, если вы пропустили, обязательно посмотрите в нашей рассылке или просто отлистайте немножко ленту вниз, вы увидите там этот пост. Первый пост у нас вышел о том, почему так важно верить в своих учеников и как это помогает им добиться успеха. И в заключении я недавно дописала модуль обширного нового курса, который называется «Advanced Methodology Course». Я над ним работаю уже сентября, и еще работа не закончена. Он как раз глубоко погружает в историю методики. Сейчас он доступен только нашим текущим ученикам на длинных языковых экзаменационных курсах. Но я думаю, что в обозримом будущем он появится, появятся места и для широкой аудитории. И вот, например, в основе модуля по методам я много очень использовала вот эту книгу, которую я рекомендую, думаю, что всем, кому интересно узнать про историю методов и теорий. Это такая тоже Библия методов, очень заслуженная книга, которая выдержала много переизданий. Это уже третье переиздание «Approaches and Methods in Language Teaching». И автор его легендарный профессор Джек Ричардс, который написал просто огромное количество книг по методике. «Патриарх», такой у нас самый настоящий, и в «Застрсе» с Теодором Роджерсом. Книга вполне читабельная, очень хорошо написанная, ее легко воспринимать. Вы не утонете там в каких-то дебрях. Она очень доступная, очень хорошо структурированная. Попробуйте ее достать. Я знаю, что вот недавно буквально один коллега в нашей школе ее купил в Москве, в бумаге. Так что книга есть, я вам ее горячо рекомендую. Продолжение следует...